Шалом, дорогие! Присаживайтесь! Для нас большая радость и честь быть здесь. Я взял с собой группу поддержки в лице старшей дочки. Всех решил мне брать. Думаю, ладно, на следующий раз. И большой привет вам от нашей общины с Натанией. И давайте откроем Псалом 14. Псалом Давида. И будем читать Слово. 14 Псалом. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла. И не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен, отверженный, но который боящихся Господа славит. Кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Поступающий так не поколеблется вовек. Я думаю, этот Псалом, он отражает некоторые внутренние переживания царя Давида. И мы знаем, насколько Давид, он был в близких отношениях с Богом. И здесь начало, он ставит Богу определенные вопросы. Вопросы, которые, я думаю, для каждого верующего человека, они будут актуальны всю нашу жизнь, в которую мы идем уже с Мессией. Кто может пребывать в жилище Твое? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? Ну скажите, вот неужели мы в своей жизни время от времени не ставим себе такие вопросы в молитве? И говорим, Господи, ну, а как я перед Тобой? А как мое состояние перед Тобой? А что в моем сердце? И тема, которую я как бы вот хочу сегодня осветить и говорить на эту тему, будет называться «Дресс-код Царства Божьего». Ну, знаете, да, что такое дресс-код? Нет, хорошо, я тогда расшифрую. Тресс-код – это кодекс одежды. Форма одежды требуемая при посещении определенных мероприятий. Другими словами, если ты не будешь отвечать определенным требованиям одежды, ты не будешь, как бы, ты не будешь выдерживать тресс-код, и ты, даже если будешь хотеть попасть куда-то, тебя туда просто не пустят. Что еще происходит? Ну, что еще делает дресс-код? Дресс-код, он регламентирует как стиль, форму одежды, также он и регламентирует перечень неприемлемой одежды. То есть, другими словами, он проводит определенную границу, и он говорит, что для того, чтобы войти в какую-то дверь, ты должен быть одет, выглядеть соответственно тому, куда ты идешь. Потому что, если ты не выглядишь, тебя туда не пустят. Либо же ты будешь выглядеть просто смешно. Если люди собрались там играть в футбол, то они соответственно и одеты. И если туда придет человек на коньках, там, с клюшкой, который собрался, вот ему хочется играть в хоккей. Ну, он туда, ну, ему или надо избавиться от своего вот этого снаряжения, и стать соответственно тому, что он хочет в своей жизни. И вот Давид в этом псалме, вначале он задает вопрос, Господи, кто может обитать в жилище Твое? Кто может обитать на Святой Горе Твоей? И дальше текст он начинает отвечать на эти вопросы. И начинает Давиду показывать и нам с вами, кто может быть, кто может отвечать этому дресс-коду? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, говорит истину в сердце своем, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла, не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен, отвержен. Кстати, вот этот четвертый стих, он не совсем корректно переведен, потому что в оригинале там другой перевод, тот, в чьих глазах презрен на низкое. А в восточный перевод Библии, там написано, тот, кто презирает негодяй. То есть и синодальный перевод, он вроде бы как показывает положительное качество, да? Я все время так думал, тот, в глазах которого презрен, отверженный. Ну, мне казалось, что это тот, кто обращает внимание на нуждающегося, но на самом деле не совсем так. Но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост, не принимает даров против невинного. И в конце Давид, он подводит как бы итог. Поступающий так не поколеблется вовек. Поступающий так не поколеблется вовек. Другими словами, он говорит, вот для тебя, дорогой брат, дорогая сестра, вот для тебя есть определенный дресс-код, который показывает, чему тебе нужно соответствовать, а в чем, извини, ты не войдешь в царство. И мы дальше будем об этом говорить. Потому что, ну, не в любой одежде мы можем идти туда, куда мы хотим. Я помню, когда я только покаялся, еще как бы пришел с мира, привык все делать так, как сам понимал, как сам хотел. И пришел в церковь на служение. Ну, мне удобно, то есть я, я люблю, когда жарко в шорках ходить. Ну, нравится мне. И я в таком виде вот пришел, как бы, то есть для меня вроде нормально, я к Богу пришел, я еще какое-то время назад грешил, я еще, я пришел к Богу. И вот знаете, даже мне никто еще ничего не говорил, ну, я вот сам себя почувствовал, как вот эта, ну, белая ворона. Все нарядные, все пришли, а еще, по-моему, праздник какой-то был. Все в белых рубашечках, в галстуках. Ну, это было там, ну, в Украине, в галстуках, братья в пиджаках, то есть группа порядка от нарядов. Все такие. И я такой зашел в шорты. И честно сказать, ну, мне уже не надо было. Потом ко мне как бы подошли, со мной, ну, со мной говорили. Ну, вот поверьте мне, так как меня Дух Святой там обличил, я еще, может, и не понимал, что это Дух Святой, но я сам себе там сказал, еще сидя в этих шортах, что все, это последний раз я в шорты пришел в церковь. То есть есть, ну, есть то, что, ну, это надо держать, и мои одежды должны отображать то, кем я являюсь внутри. Потому что, ну, сами знаете, да, что встречают по одежке. И даже, ну, даже вне здания церкви, даже в миру, то есть твоя одежда, она должна, ну, что-то подчеркивать. Кем ты хочешь быть, куда ты стремишься, какие у тебя ценности. И по одежде можно определить разные слои населения, разные категории. В 90-х, кто помнит, то смутное время. Не надо было подходить и с человеком начинать разговаривать. Если ты видел, что он в спортивном костюме, в кожаной курточке и коротко стриженый, то было понятно, ну, какие цели у него в жизни. И в какой группе людей он принадлежит. Я думаю, что, ну, для нас, вот в этих вещах, ну, нам надо задавать эти вопросы, нам надо получать. И я знаю, что, ну, слава Богу, как бы, ваша община, она, ну, держит, как бы, марку в этом. И Рэбб Ростислав, он постоянно, как бы, все эти вещи проговаривает, потому что это очень важно. Ну, и все Писание нас этому учит, что есть у всего границы. У всего есть границы. Бог, он, Бог порядка. Заповедь, она ограничивает. И как недавно у вас проповедовалось, он несет или жизнь, или смерть. То есть и твоя, точно так же, и вот этот расход внешний, это только как пример, ну, для нас. Давайте зададим себе вопрос, в любой ли одежде пускают к царю? Я думаю, в шортах, во Вьетнамках, точно, ну, мы бы не попали в царские хоромы. Матвея, 22 глава, известная очень притча, любимая. Ишуа, продолжая говорить им притчами, сказал, Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав, скажите званым, вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, что откормлено, заколото, и все готово, приходите на мрачный пир. Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов его, оскорбили, убили их. Услышав о всем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их, и сжег город их. Тогда, говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на мрачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых. И мрачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных. И эта притча, она, конечно же, очень объемная и глубокая, говорит о многом. Ну, я хочу говорить, как бы, в ключе той темы, в которой мы двигаемся сегодня. Дресс-код Царства Божьего. Вот. Смотрите, да, что произошло? Царь позвал одних, и они, как бы, отказались. Нашли причины, не пришли, званные, там, Евангелие от Луки показывают, начали извиняться, да, там, извини, у меня дела, купил, то, то, там, третий, который женился, тот не извинялся, тот, как бы, говорит, все, я не могу прийти, женился. И потом произошло то, что царь, он говорит, а теперь идите и соберите всех, всех, кого встретите, всех, кто попадется вам на пути, кто захочет прийти, соберите, все готово, пир готов, все приготовлено. И после того, как собрали всех, написано, царь зашел посмотреть. Войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду. И он, как ты вообще сюда попал, в таком одеянии? И вот у меня такой вопрос возникает. Вот тех, кого нашли на обочинах, да, там, в подворотнях, там, вот всех тех, кого нашли, у них эта одежда с собой была? Соответствующая тому, чтобы царь глянул и сказал им, ребята, нормально. Ну, мы же понимаем, что здесь ведется, как бы, говорится о грешниках, да, и когда человек грешит, когда человек на обочине, ему, по-честному, не до дресс-кода, то есть ему, он об этом не переживает, у него, у него просто нету этого. Но в то же самое время на Перу они оказались соответствующими. И только один оказался несоответствующим. Меня этот вопрос заинтересовал. Я начал, как бы, копать разные материалы, то, что касательно брачного пира и тому подобного. я нашел такое, как бы, объяснение этой ситуации. Оказывается, на Востоке, в традиции, когда делается брачный пир, то за одежду отвечает хозяин пира. То есть человек, который имеет возможность, который имеет, ну, подходящую одежду для того, для дресс-кода, чтобы попасть на этот пир. То есть он одевается в свое. А тот, у кого своего нету, ему удается хозяином пира. И у меня тогда возник вопрос, подожди, если хозяин пира, он одевает, он дает, он все приготовил, как вот этот один умудрился оказаться там непереодетый? Я не нашел другого объяснения, кроме как не захотел. Не захотел взять, не захотел получить. Ну, у меня нету других объяснений, как он, он хотел быть на перу, но он не захотел выглядеть соответственно тому дресс-коду, который там был установлен хозяином. Я не знаю, как вы, я сталкивался с такими людьми, которые, придя в Царство Божие, которые покаялись, которые, ну, вроде бы как осознали свою греховную жизнь и хотят своей жизни что-то изменить, приходя в общину или церковь, приходя, они при этом хотят оставаться в своих одеждах, они не хотят менять что-то в своей жизни, они говорят, ну, вот, Бог же любит всех, вот и я такой, любите меня, такой, какой я есть. Они не хотят, то есть, ну, не хотят меняться, не хотят работать над собой, вот, принимайте меня, любите меня. Я думаю, что, ну, эта тема, она актуальна была и тогда, и сейчас, если бы она была не актуальна, Евангелие бы ее не описывали для нас. И вот, как бы, человек, попав и имев все шансы пировать на свадьбе у сына, ну, мы понимаем, да, что это все нам указывает на Машеха, на Ишуа, и невеста, это мы с вами, это церковь, и вот человек, который имел все шансы, он пришел туда, он сидел уже, он уже нюхал, вот, что там было, там, тельцы эти, уже нюхал, ну, на брачном пиру, на востоке, нормально стол накрывают. Он, это уже все, ароматы, у него уже предвкушение было. И здесь заходит хозяин пира и говорит, друг, ух, как ты вообще попал сюда? Как ты умудрился? Ну, как по мне, так это нужно приложить усилия. Зайти, там, где все нарядные, зайти туда, как я в церковь, в шортах. Это надо усилить, или не знать, или специально это делать. И, конечно, тот конец, который мы читаем, да, возьмите его, бросьте во тьму внешнюю, там будет плач, искрежет зубов. Я думаю, что тут все-таки у него даже там был шанс. Когда, когда царь, когда хозяин пира, он обратился к нему и сказал, друг, как ты вошел сюда не врачной одежде? И следующее предложение, говорит, он же молчал. Даже в этой ситуации у него, ну, не хватило сообразительности сказать, прости меня, покаяться, сказать, все, я осознал, я понял, что я, как вот этот хоккеист на футбольном поле, что я смешно, ну, я там, но я не таков. Не они все не такие, а я не таков. Скажи, где мне быстро переодеться? Скажи и бежать туда. Но он же молчал. Я не знаю, с каким видом он сидел. Иногда выражения лица говорят громче всяких слов. Что вы от меня хотите? Вот так вот начинаешь разговаривать, что вы от меня хотите? Отстаньте от меня. Я хочу делать так, как я хочу. Бог призывает каждого из нас, призывал нас в наших лохмотьях. У каждого свои они были. У кого-то более грязные, у кого-то менее грязные, у кого-то может, если смотреть физическими глазами, то более-менее. Бог призывает нас в наших лохмотьях греха. И дальше Он хочет, чтобы мы не оставались в этих опоясаниях, когда Адам и Ева согрешили, и они придумали себе опоясание спрятать непотребство свое. Он хочет дать нам Его одежды. И если почитать вот Бытие 3 глава 21 стих, смотрите, это они уже согрешили, но они еще вроде как там, в Эдеме. Вот как с этим. Он во всем своем не соответствует, но Он еще там, на Перу. И 21 стих 3 главы Бытия. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их». И одел их. Слушайте, с нами происходит нечто подобное. Бог, Он нас призывает в наших своих лохмотьях. А дальше Он хочет нам дать Его одежды. Дать Его одежды. И Он хочет, чтобы мы соответствовали. И Он все для этого сделал. Он определил этот дресс-код для своего царства. Потому что мы сейчас еще поговорим, мы вернемся к 14-му псалму. Бог, Он все сказал, Он дал определение, потом Он дал заповеди, Он дал закон народу, Он сказал, слушай, вот так поступай, так не поступай, так делай, а так не делай. Это можно, это нельзя. Все, что тебе надо, это соответствовать Божьему дресс-коду. Просто соответствовать, просто, а там, где ты сам не можешь прийти к тому, кто может дать тебе эти одежды. А у Него они точно есть. Я вот как бы хочу провести некоторые параллели. То есть есть приемлемая одежда, а есть неприемлемая. И это регламентируется трескотом. То есть то, что приемлемо, а есть то, что неприемлемо. И в 14 псалме здесь есть приемлемые вещи. Да, первое непорочность. Вот прямо если по тексту идти, второй стих отвечает на вопрос, кто может пребывать в жилище Божьем? Кто может обитать на Святой Горе? Тот, кто ходит непорочно. То есть первое качество это непорочность. Следом идет второе творец правды. То есть тот, кто делает правду. Тот кто творит, чья жизнь направлена на то, чтобы правда утверждалась не только в его жизни, но и совсем с чем он соприкасается. Не всегда это удобно. Иногда мы будем сталкиваться с такими вещами, когда твоя правда она будет тебе причинять мягко говоря ущерб. Но у нас нету другого пути. Если мы собрались на пир, третье искренне сердце говорит истину в сердце своем. Говорит истину в сердце своем. Это то, что внутри. Потому что то, что внутри, оно будет и проявляться наружу. От избытка сердца, уста говорят. Четвертое это тот, кто вот в чьих глазах презренно низкое, презирает низость. Потому что есть вещи, которые нам, я так верю и понимаю, нам надо презирать. И вот низкие поступки, они достойны презрения. Мы должны давать им оценку поступком, не оценивая людей, не давая оценку людям, потому что наша брань не против крови и плоти, но давая оценку некоторым поступком. У нас должна по этому поводу быть сформирована позиция какая-то, основанная на Писании. Пятое, кто боящихся Господа славит, почитает богобоязненность. Почитает богобоязненность. И шестое как бы в этой категории как бы приемлемых вещей. Ну, я так сформулировал держит свое слово. Тут написано, да, кто клянется хотя бы злому и не изменяет. Просто держит свое слово. Потому что иногда ты можешь что-то сказать, потом обстоятельства поменялись, и если ты будешь поступать так, как ты сказал, то это будет в ущерб тебе. Ну, так насущит Писание. Держит свое слово. Просто есть вещи, которые неприемлемые по Божьему расходу. Третий стих, да, кто не клевещет языком своим. То есть первое это клеветники. Ну, это неприемлемо. Это то, с чем тебя ты не войдешь туда, куда хочешь. Второе, не делает искреннему своему зла. Это есть, ну, второе, я написал такое, злые делатели, которые что-то делают, да, но делают это зло. Вот есть люди, которые говорят, да, там, не его внутреннее состояние, оно не, ну, как бы не заканчивается только на нем, а он готов покусать всех окружающих. третье, корыстолюбие, потому что здесь говорится, что кто серебра своего не отдает в рост, не наживается, вот, и четвертое, там, сдаимство, то есть кто не принимает даров против невинного. И мы с вами, я думаю, как бы мы понимаем, что есть, есть определенные к нам требования. Иногда, вот я по себе говорю, за себя, иногда бывает, что ты в каком-то режиме, 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 и потом вдруг ты себя ловишь, что где-то ты не соответствуешь. Вот даже если проверять свою жизнь по 14-му псалмуту, ты понимаешь, что где-то ты ну там сильно в таких крайних вещах не помню я за собой такого, но там зло кому-то мог ответить. Где-то как-то вот проявиться тому, что внутри. И что нам с этим делать? Есть тот, кто нас переодевает. Не молчать, как вот этот попавший на пир. Не молчать, а взывать и говорить к нему, Господи, переодень, запачкал я, получил, не сохранил одежду. Переодень, Господи, у тебя есть. Я думаю, что тот, кто отвечает за вот этот дресс-код, за одежду на мрачном пире, это Дух Святой. Он, как привратник, мы читаем, Он, Он, который приходит и способен изменить нашу внутренность. Потому что Царство Божие, оно же внутри нас есть. И все для нас это как ремес, как намек. Царство Божие внутри, и, соответственно, и дресс-код Царства Небесного, он не снаружи, потому что снаружи можно выглядеть. Можно и рубашку застегнуть на последнюю пуговицу, и пиджак, и брючки отгладить, и снаружи быть с иголочки. Но не это определяет, а то, что внутри. Но если мы внутри соответствуем, то это обязательно будет и проявляться во внешнем. Не может быть такого, чтобы человек внутри, он соответствовал Божьему стандарту, а внешне это никаким образом не проявлялось. Не бывает. Есть какой-то период, когда мы меняемся, когда мы еще как дети, когда Бог, Он с нами и имеет отношения как с детьми. Но потом нам надо переходить в самостоятельные отношения, приходить и как Давид, задавать ему серьезные вопросы. Серьезные, потому что если мы хотим получать серьезные ответы, нам надо и вопросы серьезные задавать. я думаю, что Давид, он как бы серьезный вопрос задал. Господи, кто может обитать на горе Твоей? Кто? Скажи мне, покажи мне этот стандарт, Господь. Не так, как я понимаю, не так, как меня научили, но есть Божий стандарт, и у нас с вами, дорогие, у нас для этого все есть. И последнее местописание Откровение, 3 глава с 1 стиха. Откровение, 3 глава с 1 по 5 стих. Послушайте, у этого мира, то есть у греха, у них есть свой дресс-код. То есть есть свои стандарты жизни, поведения у безбожников. И они не скрывают, и они хотят, они везде пропагандируют это, они хотят соответствовать этим стандартам. Больше денег, больше власти, круче у кого машина, круче там, и много-много-много другого. Они это не стесняются делать. И если ты хочешь, ты вынужден, если ты хочешь быть с ними, то ты вынужден, как пословица есть, там, за волков, что надо с ними и выйти так, как они, и говорить так, как они, и одеваться, как они, если ты хочешь быть принят там. Но мы сейчас в другом царстве, мы у другого царя. И у него есть свой стандарт. 3 глава Откровения. И ангелу Сардийской церкви напиши. Так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. Знаю твои дела. Ты носишь имя, будто жив, Но ты мертв. Мы же понимаем, что это послание к церквям, что это не написано для людей, которые не знают Бога и вне церкви. Бодрствуй и утверждай прочее близкое к смерти. Ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены перед Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал и храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать. И ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не осквернили одежды своих и будут ходить со мною в белых одеждах, ибо они достойны. Побеждающий облечется в белые одежды и не изглажу имени его из книги жизни и исповедую имя его перед отцом моим и перед ангелами его. Близость наша близость в отношениях с ним, в отношениях с Машехом, в отношениях с Ешуа, она должна поменять наш дресс-код. Потому что белые одежды у него, способность убелить наши одежды тоже у него, способность изменить нашу сущность, наш характер, наше сердце. Потому что я еще раз хочу подчеркнуть, что Царство Божие, оно внутри нас есть. И дресс-код Царства Божьего, на самом деле, это не внешнее. Внешнее это следствие. А дресс-код это внутреннее. Но мы должны захотеть. Мы должны приходить к Нему и говорить, Господи, ну где я еще не таков. Но где от тайных моих избав меня. Убили мои одежды, убили, у тебя есть это. Дух Святой, прийди, исправь мое сердце, исправь мои намерения, исправь мои помышления. Я хочу отдать тебе свои лохмотья, свое тряпье, для того, чтобы взять твое. Взять одеться в эти белые одежды, бодрствовать над ними, идти навстречу с отцом, не так, все в белом, а я вот как тот не в брачной одежде. А вдруг проскочит, не проскочит. Поэтому есть время, и пусть Бог нас благословит. Давайте поднимемся и помолимся коротко. Драгоценный Господь, мы благодарим Тебя за Твою смерть, за Твое воскрешение, благодарим Тебя за Дух Твой, и мы благодарим Тебя за кровь Твою, которая омыла нас, очистила нас. Господь, мы благодарим Тебя за то, что мы имеем свободный вход в общение с Тобой, для того, чтобы в общении с Тобой, Господь, менялись наши сердца, менялась наша внутренность, Господь, чтобы менялся наш характер. Боже, мы хотим соответствовать Твоему Слову, Боже, благослови нас на этом пути. Я молю Тебя, Господь, Боже, за тех, кому может сложно, трудно, Боже, помоги. Помоги, Боже, пусть Твоя благодать, она работает в наших жизнях, Господь. И Тебе одному за все слава, хвала, честь, во имя Ишуа. Амен. Амен.